Вечна, Ярославна, Ваша вера, православна. Неизменная, неподвижная, зафиксированная Земля. Древние цивилизации мира верили, что Земля является плоским неподвижным центром Вселенной, вокруг которого небесный свод ежедневно вращается по идеальному циклу. Эта стабильная геоцентрическая Вселенная, доказанная истинно, подтвержденная опытом и экспериментами, бесспорно царившая тысячи лет, адекватно объясняя все небесные и земные явления, была жестоко вырвана с корнем, перевернута и отправлена в бесконечный космос с говорившимися теоретиками и астрономами, поклоняющимися Солнцу. Ранее масонские маги, такие как Коперник, Кеплер, Галилео и Ньютон, наряду с их современными масонскими партнерами-неастрономами, такими как Армстронг, Алдерин и Коллинз, рука об руку с НАСА и мировым масонством сотворили величайшую мистификацию, пропагандируя самую феноменальную ложь и увековечив самую совершенную идеологическую обработку в истории. На протяжении 500 лет, используя все, начиная от книг, журналов и телевидения, до созданных компьютером изображений, заговор нескольких поколений успешно работал в умах большинства, преобразовав неподвижную Землю в шар, вращая ее по кругам и запустив вокруг Солнца. В школах, где каждый учительский стол украшает крутящийся глобус Земли, нам преподают гелиоцентрическую теорию Вселенной, показывая изображения шаровидных планет и видео людей, подвешенных в космосе. Убедительно потворствуя, созданная иллюзия привела мировое население к слепой вере в пагубный миф. Самое большое укрывательство всех времен, самый большой секрет НАСА и масонства в том, что мы живем на плоскости, а не на планете, что Земля – плоский стационарный центр Вселенной. Нам говорят, что хотя Земля представляет собой обширную плоскость, где Солнце движется над Землей, то, что мы видим – это обман, это оптическая иллюзия, что не Солнце движется, а Земля движется с морем и всем, что на ней есть, в форме шара, проносящегося с поражающей скоростью вокруг Солнца, находящегося на расстоянии миллионов миль от нас. Это значит, что предполагаемое расстояние должно быть 146,449,940 км и что Земля движется со скоростью 109,435 км в час или 30 км в секунду. Леди Блант, наука Клориона против Божьей истины. Представьте себе, что было бы, если бы правительство или НАСА заявило, что Земля неподвижна. А следом представьте, что мы пытаемся убедить людей, что нет-нет-нет, а она не неподвижна, она движется вперед с 32-кратной скоростью выстрела пули и вращается со скоростью с 1000 миль в час. Мы бы посмеялись над этим. Нам бы столько людей сказало, «Вы сошли с ума, Земля не движется». Нас бы подняли на смех за отсутствие научной основы для этой запутанной теории о движущейся Земле. И не только это. Люди бы сказали, «О, тогда как вы объясните неподвижную атмосферу и видимое движение Солнца? Как вы это объясните?» Представьте, что вы говорите. «Нет-нет, атмосфера движется так же, но она каким-то образом прикреплена к движущейся Земле». Поэтому то, что мы в действительности делаем, имеет смысл. Мы говорим, что теория вращающейся Земли – это нонсенс. Теория неподвижной Земли имеет смысл. Но нас осмеивает. Необходимо представить, что все наоборот, чтобы понять, как смешна эта ситуация. Теория правительства и НАСА, что Земля вращается, имеет орбиту, наклонена в пространстве и колеблется, есть абсолютный нонсенс. Но люди все еще цепляются за нее, как за плюшевого медведя. Они просто не могут заставить себя встретиться лицом к лицу с возможностью, что Земля неподвижна. Хотя все доказательства указывают на это. Мы не чувствуем движения, атмосферу не сдувает прочь. Мы видим, как Солнце движется с востока на запад. Все это можно объяснить неподвижностью Земли, без привлечения всех этих предположений, чтобы прикрыть предыдущие негодные предположения. Ален Дейвс Если Земля в действительности была бы шаром, вращающимся вокруг Солнца, то есть несколько тестов и экспериментов, которые могли бы быть проведены и были проведены, чтобы доказать или опровергнуть достоверность таких утверждений. Например, датский астроном Тихо Браге замечательно в свое время выступал против гелиоцентрической теории, полагая, что если Земля вращается вокруг Солнца, то изменение положения звезд после шести месяцев орбитального движения нельзя было бы не увидеть. Он утверждал, что звезды должны казаться разделенными, когда мы к ним приближаемся, и приближаться друг к другу, когда мы от них отдаляемся. В действительности, однако, после почти 200 миллионов миль предполагаемой орбиты вокруг Солнца не только сдвига в звездах не было обнаружено. Если предположим, что Земля на 1 января находится в определенной точке в космосе, то в соответствии с современной наукой, через 6 месяцев она будет на расстоянии 305 миллионов 774 тысячи 600 километров от этой точки. Из этого следует, что относительное положение и направление звезд будет очень сильно изменены, однако небольшой угол параллакса может быть. Это большое изменение нигде не видимо и никогда не наблюдалось, что бесспорно доказывает, что Земля находится в состоянии покоя. Она не движется по орбите вокруг Солнца. Томас Уиншипт. Скептическая космогония. Возьмем две аккуратно просверленные металлические трубы не менее 6 футов в длину и поместим их на противоположных сторонах на куски деревянной рамы цельного куска дерева или камня на расстоянии в один ярд 90 сантиметров друг от друга таким образом, чтобы их центры или оси располагались строго параллельно друг к другу. Теперь направьте их на какую-нибудь известную неподвижную звезду за несколько секунд до ее наивысшей точки. Пусть возле каждой трубы будет наблюдатель, и в тот момент, когда звезда появится в первой трубе, наблюдатель должен сильно застучать или подать другой сигнал, который должен быть также дан наблюдателем возле второй трубы, как только он увидит ту же самую звезду. Между двумя сигналами пройдет определенное время. Сигналы будут следовать друг за другом в очень быстрой последовательности, но все же между ними будет достаточно времени, чтобы показать, что одна и та же звезда не видна в одно и то же время на двух параллельных линиях на расстоянии одного ярда. Чтобы увидеть звезду в обеих трубах в одно и то же время, необходимо немного наклонить вторую трубу к первой. Пусть трубы останутся неподвижными 6 месяцев, по окончании этого времени то же самое наблюдение или эксперимент даст те же самые результаты. Звезда будет видна в том же самом меридиане без необходимости малейшего сдвига трубок. Из чего можно сделать вывод, что если бы Земля сдвинулась на один ярд на орбите в пространстве, то по крайней мере наблюдался бы небольшой наклон трубы, который был ранее необходим для разницы в положении в один ярд. Но так как нет такой разницы, которая необходима для труб, то неизбежен вывод, что в течение 6 месяцев указанный меридиан ни на ярд не сдвинулся на поверхности Земли, и поэтому Земля не имеет ни малейшего градуса орбитального движения. Сэмюэль Роботтем. Скептическая астрономия. Когда Тихо Браги показал, что после 305 миллионов 774 тысяч 600 километров предполагаемой орбиты вокруг Солнца не было обнаружено ни малейшего сдвига, то отчаянные гелиоцентристы, вместо того, чтобы отступить, с двойной силой утверждали, что звезды на самом деле находятся на триллионы миль от нас, поэтому на таком расстоянии невозможно определить заметного сдвига. Это удобное объяснение, за которое гелиоцентристы цеплялись веками, оказалось удовлетворительным, чтобы заставить замолчать пытливые умы масс, но по-прежнему не может адекватно объяснить многие наблюдаемые явления, такие как дико неправдоподобная синхронизация с полярной звездой и другие невероятности, которые будут рассмотрены позже. Идея, что Земля, если бы она была шаром, могла бы двигаться по орбите, равной сотням миллионов миль, с такой точностью, что окулярная сетка, закрепленная на поверхности телескопа, будет мягко скользить по поверхности звезды, отдаленной на миллионы миллионов миль от нас, просто чудовищно. Хотя, если телескоп неподвижен, то расстояние от звезд не имеет значения, однако мы предполагали, что они находятся так далеко, как предполагают астрономы. Как говорит сам Ричард Проктор, «Чем они дальше, тем меньше будет видно, что они перемещаются». Для чего, во имя здравого смысла, наблюдатели должны фиксировать своих телескопы на прочных каменных основаниях, чтобы телескоп не смог сдвинуться даже на ширину волоса, если Земля, на которой они фиксируют это, движется со скоростью 30 км в секунду? На самом деле вера в то, что масса мистера Проктора, 6 тысяч миллионов 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 тонн, крутится, вздымается, летает на вечно заброшенное в пространстве, со скоростью, по сравнению с которой выстрелы с пушки, это очень медленно, с такой безошибочной точностью, что телескоп, зафиксированный на каменных колоннах в обсерватории, не позволит зоркому астроному увидеть изменения в этом прогрессивном движении даже на тысячную часть толщины волоса. Это следует понимать как чудо, по сравнению с которым все чудеса, собранные воедино, потеряют полностью свою значительность. Капитан Эрджей Моррисон, последний составитель альманаха Заткиила, говорит Другим экспериментом, который неоднократно повторялся, чтобы опровергнуть предполагаемое вращение Земли под нашими ногами, является стрельба из пушек по вертикали и горизонтали во всех основных направлениях. Если бы Земля под нами действительно вращалась в восточном направлении, как это предполагает гелиоцентрическая модель, то ядра из пушки, выпущенные вертикально, должны падать заметно западнее. На самом же деле, когда бы этот эксперимент не проводился, пушечные ядра, выпущенные идеально вертикально по отвесной линии, освещенные огнепроводным шнуром, в среднем за 14 секунд достигали верха и падали обратно в течение 14 секунд не более чем на 2 фута 60 сантиметров от пушки, или иногда прямо обратно в дуло. Если бы Земля на самом деле вращалась со скоростью 1120 км в час, в средних широтах Англии и Америки, где проводились эксперименты, пушечные ядра должны падать на целых 8400 футов, это 2,5 км, или около мили с половиной позади пушки. Следующий эксперимент проводился много раз, и разумные выводы, исходящие из него, полностью противоречат любой теории движения Земли. Заряженная пушка была установлена вертикально согласно уровню, и был совершен выстрел. В среднем ядро находилось в воздухе 28 секунд. В ряде случаев ядро возвращалось в дуло пушки, и иногда падало более чем на 2 фута 60 сантиметров от пушки. Теперь давайте посмотрим, каким был бы результат, если бы Земля была постоянно вращающейся сферой. Ядро будет принимать участие в двух движениях, одно из пушки вертикально, а другое земное с запада на восток. Пока оно будет набирать высоту, Земля с пушкой должна значительно сместиться. При падении на него не будет влиять импульс от движения Земли или от пушки, и оно будет падать по прямой линии, но пока оно будет падать, Земля с пушкой должны переместиться, и ядро должно упасть, с учетом вращения 600 миль в час в Англии, дальше, чем на 2,5 километра от пушки. И снова, с этой точки зрения, отчаянные гелиоцентристы, вместо того, чтобы признать поражение, с тройной силой утверждают, что пушечные ядра падают в то же самое место, потому что магические свойства гравитации позволяют Земле каким-то образом тянуть вместе с собой нижние слои атмосферы. В идеальной синхронизации с осевым вращением Земли, с такой головокружительной скоростью, что это полностью незаметно для наблюдателей и неизмеримо экспериментальным путем. Это весьма маловероятно, хотя это умное и удобное объяснение подходит только для вертикально стреляющих пушек. Если же пушки вместо этого будут стрелять во всех направлениях, и это будет измерено, то даже гелиоцентрическая атмосфера липучка становится вне игры. Пушечные ядра, выпущенные на север-юг, определяют тип контроля, а выпущенные же на восток должны упасть значительно дальше, чем все остальные. Ядра, выпущенные на запад, должны упасть значительно ближе из-за предполагаемой скорости вращения 30 км в секунду в восточном направлении. В реальности, однако, независимо от направления, ядра, выпущенные на север-юг, восток и запад, пройдут одно и то же расстояние. Сидя в быстро движущемся вагоне, произведите выстрел из пружинного ружья вперед, то есть в направлении движения поезда. Теперь пусть то же самое ружье снова выстрелит, но в противоположном направлении, и всегда будет происходить так, что в первом случае пуля или другой заряд будет улетать дальше, чем в последнем. Если человек во время полного галопа соскочит с лошади назад, то он не сможет прыгнуть на такое же большое расстояние, если бы выпрыгнул вперед. При прыжке вперед или назад с движущихся сане и вагоны или другого средства передвижения мы видим тот же самый результат испытания. Можно привести много других практических примеров, показывающих, что любое тело, выброшенное из другого тела во время движения, не проявит того же поведения, если оно будет выброшено в состояние покоя. И одни результаты, когда предмет выбрасывается в том же направлении, в котором движется тело, а другие, когда он движется в противоположном направлении. Потому что в первом случае выбрасываемый предмет получает свой импульс отметательной силы, плюс учитывается, что тело движется, а в последнем случае является минусом то, что тело движется. Следовательно, если Земля движется с запада на восток, то пушка, выстрелившая в восточном направлении, должна отправить ядро на большое расстояние, чем если бы выстрел был произведен на запад. Но самые опытные артиллеристы, с большим опытом практики, как дома, так и за границей, почти во всех широтах заявили, что никакой разницы не наблюдается. В зарядке и нацеливании этих ружей никакой разницы никогда не требовалось. Артиллеристы военных кораблей заметили существующую разницу в результатах их стрельбы из оружия в носовой части, когда корабль быстро движется к объекту обстрела, и при стрельбе из оружия, находящегося на корме во время движения от объекта. В обоих случаях результаты отличаются от тех, которые наблюдались при нахождении судна в полном покое. Эти детали, подтвержденные опытным путем, совершенно несовместимы с предположением о вращении Земли. Доктор Сэмюэль Роботтен, ищущий астрономию, Земля не является шаром. Было доказано, что если снаряд будет выпущен с быстро движущегося тела в противоположном направлении от движения тела, то пройденное расстояние до падения будет меньше, чем если бы выстрел был произведен по направлению движения. Теперь, когда говорится, что Земля движется со скоростью 30 км в секунду с запада на восток, то должны быть видимы все различия, если оружие выстрелит в противоположном направлении. Но так как на практике нет даже малейшего различия, независимо от того, каким бы путем это не было бы сделано, мы имеем убедительное опровержение всех фантазий относительно движения Земли. Уильям Карпентер. 100 доказательств того, что Земля не является шаром. Во время Крымской войны предмет связи артиллерийского огня с вращением Земли стал горячо обсуждаемой темой среди военнослужащих, ученых, философов и государственных деятелей. Примерно в это время, 20 декабря 1857 года, британский премьер-министр лорд Палмерсон написал военному секретарю лорду Панмуру. Есть исследование, которое было бы важно и в то же время легко сделать. Оно о том, влияет ли вращение Земли вокруг ее оси на кривую полета пушечного ядра. Следует предположить, что влияет, и что пока пушечное ядро летит в воздухе, приведенное в движение порохом, по прямой линии от дула пушки, то оно не будет следовать за вращением Земли в той же манере, как если бы оно лежало в покое на земной поверхности. Если бы это было так, то ядро, выпущенное в меридиальном направлении, как на юг, так и на север, должно отклоняться на запад от объекта, на который было направлено, потому что во время полета ядра тот объект сдвинется на восток несколько быстрее, чем пушечное ядро. Испытание можно легко провести в любом месте, где есть свободное пространство, круг размером с милю или больше. Пушку помещаем внутри круга и поочередно выстреливаем на север, юг, восток и запад равными зарядами, что позволило бы определить, полетел ли каждый выстрел на одинаковое расстояние или нет. Несколько подобных экспериментов были проведены и показаны, что снаряды, выпущенные в различных направлениях на поверхности Земли, всегда преодолевали аналогичные расстояния, без какой-либо замеченной когда-либо разницы. Эти результаты полностью противоположны теории вращения мира и служат прямым эмпирическим доказательством неподвижности Земли. Еще одно свидетельство, похожее на эксперимент с пушечным ядром, можно найти в вертолетах и самолетах. Если бы Земля под нашими ногами вращалась со скоростью несколько сотен милей в час, то пилоты вертолетов и воздушных шаров должны просто подниматься прямо вверх, парить и ждать, пока их местоназначение достигнет их. Подобное никогда не происходило в истории аэронавтики. Однако надменные гелиоцентристы должны снова сослаться на магическую атмосферу липучку Ньютона, утверждая, что нижние слои атмосферы до неопределенной высоты где-то выше той, которая недоступна вертолетам, воздушным шарам и чему-нибудь еще не построенному НАСА, прекрасно тянут все наряду с вращающейся Землей, показывая спорность таких экспериментов. Признание гипотезы гелиоцентристов, касаемой их атмосферного клея, помогает им отклонить результаты экспериментов с вертикально выпущенными пушечными ядрами, но это не объясняет и не позволяет отклонить результаты экспериментов с выстрелами, выпущенными горизонтально. Таким же образом, согласие с ними, касаемо их магической липучки, помогает им отклонить результаты экспериментов парения вертолетов и воздушных шаров, но не объясняет и не позволяет отклонить результаты экспериментов с самолетами, летящими в разных направлениях. Например, если бы Земля и ее нижняя атмосфера якобы вращались вместе в восточном направлении со скоростью 1670 км в час на экваторе, то пилоты самолетов должны были бы дополнительно ускориться на 1038 миль в час при полетах на запад. А пилоты, движущиеся на север и юг, по необходимости должны устанавливать диагональные курсы, чтобы компенсировать это. Но так как никаких компенсаций не требуется за исключением фантазии астрономов, то следует, что Земля неподвижна. Если бы полет был изобретен во времена Коперника, то, несомненно, он бы осознал, что его точка зрения относительно вращения Земли была неверной. За счет зависимости, существующей между скоростью самолета и вращением Земли. Расстояние, пройденное самолетом, уменьшилось бы или возрастало в зависимости от того, путешествовал бы такой самолет в том же направлении или в противоположном. Таким образом, если Земля вращается со скоростью 1609 км в час, а самолет летит в том же направлении со скоростью 805 км в час, то очевидно, что его место назначения будет удаляться каждую минуту. С другой стороны, если полет будет происходить в противоположном вращению направлений, то расстояние 2414 км, а не в 805 км, будет пройдено за 1 час, так как скорость вращения сложится со скоростью самолета. Можно также заметить, что если самолет летит со скоростью 1609 км в час, равной предполагаемой скорости вращения Земли, что с недавних пор стало возможным, и если он летит в том же направлении, что и вращение, то он не сможет никуда продвинуться. Он зависнет в воздухе над тем местом, из которого вылетел, так как обе скорости равны. К тому же, не было бы нужды летать из одного места в другой, если они расположены на одной широте. Самолет может просто взлететь и ждать прибытия желаемой стороны, благодаря обычному процессу вращения, а затем приземлиться. Габриэл Хенриетт Небо и Земля Гелиоцентрическая теория, буквально летящая наперекор непосредственному наблюдению, экспериментальным доказательствам и здравому смыслу, утверждает, что земной шар вращается вокруг своей оси со скоростью 1609 км в час, вокруг Солнца со скоростью 107 826 км в час, в то время как вся Солнечная система вращается вокруг галактики Млечный путь со скоростью 804 670 км в час, а скорость Млечного пути сквозь расширяющуюся Вселенную составляет 1 миллиард 78 257 800 км в час, но никто в истории никогда этого не чувствовал. Мы можем почувствовать легкий бриз летним днем, но никогда ни на одну йоту не чувствовали смещение воздуха при таких невероятных скоростях. Гелиоцентристы с каменным лицом заявляют, что их земной шар вращается с постоянной скоростью, перетаскивая таким образом атмосферу, совершенно аннулируя все центробежные гравитационные и инерционные силы так, что мы не чувствуем ни малейшего движения, перемещения ветра или сопротивления воздуха. Такие неконструктивные обратные объяснения, конечно же, растянут границы доверия и воображения, оставляя желать лучшего взыскательным умам. Дорогой читатель, ты чувствуешь движение? Я не думаю, что да, иначе вы бы сейчас не читали так спокойно мою книгу. Я не зомневаюсь, что вы были на железнодорожной платформе, когда поезд экспресс дико проносился мимо вас со скоростью 104 км в час и сотрясение воздуха чуть ли не сбивало вас с ног. Но насколько ужаснее будет шок, если посчитать, что земля вращается со скоростью 104 тысячи км в час. Это в тысячу раз быстрее, чем скорость железнодорожного экспресса. Дэвид Ведловску, Террофирма. Пусть воображение представит картинку, какой силой должен был бы обладать воздух, возникший в результате движения сферического тела диаметром 12 тысяч 874 километра, который кружится со скоростью 1609 км в час, мы сейчас в пространстве со скоростью 104 тысячи 607 км в час и вращаясь в небе со скоростью 32 тысячи 186 км в час. Далее, давайте попытаемся проверить гипотезу, действительно ли волосы жителей такого шара могут спокойно лежать на голове. Если земной шар вращается вокруг своей оси с потрясающей скоростью 1609 км в час, то такая огромная масса вызвала бы большой порыв ветра в том пространстве, которое она занимает. Ветер был бы направлен в одну сторону и что угодно, например, облака, которые произошли в пределах влияния вращающейся сферы, двигались бы тем же самым путем. Факт, что Земля неподвижна, доказывает воздушные змеи. Томас Уиншипт, Ищущая космогония Если Земля и атмосфера постоянно вращаются в восточном направлении со скоростью 1609 км в час, то как облака, ветер и погодные явления случайно и непредсказуемым идут в разные стороны, часто направляясь одновременно в противоположных направлениях. Почему мы можем почувствовать незначительный западный бриз, но не невероятное предполагаемое вращение Земли на восток со скоростью 1609 км в час? И как возможно, чтобы эта магическая липучка гравитации была достаточно сильна, чтобы тянуть в одиночку мили земной атмосферы, но в то же время так слаба, что позволяет маленьким жукам, птицам, облакам и самолетам свободно двигаться с прежним темпом в любом направлении? А что же жаворонок, который ранним утром витает в воздухе, а его трели образуют сладкие мелодии? Почему его не сметает бурная атмосфера? А? А он все продолжает петь в счастливом неведении о каких-то там волнениях на небесах. Кто не замечал, что тихим летним днем пушок семян чертополох апатично плавает в воздухе, а дым из сельских домов строится прямо как стрела? Не должны ли подобные вещи, такие как полчертополоха и дым, подчиняться импульсу и следовать вместе с землей? Нет. Этого не происходит. Дэвид Уидлоу-Скотт, террор-фирма. Если атмосфера постоянно мчится вперед с запада на восток, то мы снова обязаны заключить, что все, что плавает или подвешено в ней на любой высоте, должно по необходимости принять участие в ее движении на восток. Кусок пробки или любой другой предмет, плавающий в стоячей воде, будет неподвижен, но если воде придать движение в любом направлении, то плавающие вне предметы будут двигаться с ней в том же самом направлении и с той же скоростью. Попробуем сделать эксперимент любым возможным способом, и этим результатом будем неизменно следовать. Следовательно, если земная атмосфера находится в постоянном движении с запада на восток, то все различные слои, которые, как известно, существуют в ней, и все различные виды облаков и испарений, которые плавают в ней, должны из механической необходимости быстро переместиться на восток. Но каковы же факты? Если мы зафиксируем любую звезду в качестве стандарта или опорной точки за видимой атмосферой, то иногда мы можем наблюдать слой облаков, плывущих вместе несколько часов в одном направлении, который противоположно предполагаемому направлению движения Земли. Можно увидеть не только прослойку облаков, движущихся с востока на запад, но в то же время часто можно увидеть другие слои, перемещающиеся с севера на юг и с юга на север. Этот факт хорошо известен воздухоплавателям, что несколько слоев атмосферного воздуха могут двигаться в различных направлениях в одно и то же время. Почти в любую лунную ночь с облаками различные слои могут быть видимы движущимися не только в различных направлениях, но в то же время движущимися с разной скоростью. Некоторые плавают за ликом Луны, быстро и равномерно, а другие мягко плывут дальше, иногда останавливаясь, а затем начинают двигаться рывками, а часто целые минуты вместе остаются неподвижными. Сэмюэль Роботон. Ищущий астрономия, Земля — это не шар. В своей книге «Путешествия по Южному морю» арктический и антарктический исследователь Джеймс Кларк Росс описал свой опыт ночи 27 ноября 1839 года и сделал вывод, что Земля должна быть неподвижна. Небо было очень чистым, планета Венера была видна рядом с зенитом, несмотря на свет полуиного солнца. Это дало нам возможность наблюдать высокий слой облаков, движущийся в прямо противоположном направлении от ветра. Это обстоятельство, которое часто было записано в наших метеорологических журналах, как северо-восточный, так и юго-восточный посад, также часто наблюдалось бывалыми путешественниками. Капитан Бессин Холл наблюдал это с вершины пика Тенерифе. Граф Стшелецкий, делая восхождение на вулканическую гору Киранья в Ноговаях, достиг высоты 1,220 км, что выше, чем дует ветер посад, и испытал влияние противоположного воздушного течения в другом гигрометрическом и термометрическом состоянии. После этого Граф Стшелецкий сообщил мне о следующих, казалось бы, аномальных обстоятельствах. На высоте 1 км 830 метров он обнаружил, что поток воздуха дует под прямым углом к обоим низшим слоям, а также наблюдались разные гигрометрические и термометрические состояния, но теплее, чем во внутреннем слое. Такое состояние атмосферы совместимо только с фактами, которые уже доказали другие свидетельства, что Земля находится в состоянии покоя. Хорошо известен факт, что облака постоянно видны движущимися во всех направлениях на разный манер, да и часто в разных направлениях одновременно, как запад на восток, так же часто в любом другом направлении. Теперь, если Земля была бы шаром, вращающимся в космосе с запада на восток со скоростью 30 км в секунду, то облака, которые, как нам кажется, движутся на восток, должны двигаться быстрее, чем 30 км в секунду, чтобы мы могли их видеть таким образом. В то время как те, которые кажутся движущимися в противоположном направлении, не будут иметь необходимости двигаться вообще, так как движения Земли было бы более чем достаточно, чтобы вызвать такое впечатление. Но требуется совсем немного здравого смысла, чтобы показать нам, что это облака движутся так, как мы это видим. А Земля неподвижна. Уильям Карпентер, 100 доказательств того, что Земля не является шаром. Гелиоцентристы верят, что мир под ногами крутится с немыслимой скоростью на экваторе и тянет при этом с собой всю атмосферу. Между тем, они считают, что на средних широтах США и Европы мир, атмосфера, вращается со скоростью 1226 км в час, постепенно снижая свою скорость до нуля на северном и южном полюсах, где инертная атмосфера, по-видимому, никогда не движется, полностью избегая влияния магической липучки гравитации. Это означает, что на всех широтах, на каждом дюйме пространства атмосфере удается прекрасно совпадать с предполагаемой скоростью Земли, компенсируя 0 км в час на экваторе и с каждой скоростью между. Все эти возвышенные предположения гелиоцентристов сделаны без каких-либо экспериментальных доказательств, поддерживающих это. Короче говоря, Солнце, Луна и звезды на самом деле делают именно то, что на протяжении всей истории каждый увидел, что они делают. Мы не верим тому, что наши глаза говорят нам, потому что нас учили по отдельной системе, которая требует, чтобы мы верили в то, что никогда не было подтверждено путем наблюдения или эксперимента. Эта фальшивая система требует, чтобы Земля вращалась вокруг своей оси каждые 24 часа при скорости более чем 1609 км в час на экваторе. Да никто, никто никогда-никогда не видел или не чувствовал такое движение. Не видели или не чувствовали скорость предполагаемой орбиты Земли вокруг Солнца в 107 825 км в час или ее скорость в 804 670 км в час якобы вокруг галактики или ее удаление от предполагаемого большого взрыва со скоростью 1 миллиард 78 257 800 км в час. Запомните, никогда не был показан эксперимент, что Земля движется. Добавьте к этому тот факт, что скорость вращения, как нас всех учили по научному факту, должна возрастать с каждым метром или километром при движении на север или юг на экваторе. И становится очевидным, что такие вещи, как точные бомбардировки во время Второй мировой войны вниз с расстояния 7620 метров самолета, движущегося в разных направлениях на большой скорости, были бы невозможны, если брать в расчет движение Земли со скоростью нескольких сотен миль в час и постоянной сменой широты. Marshall Hall Маленькая молодая вселенная среди нас. До гелиоцентрического воспитания любой ребенок, взглянувший на небо, заметит, что Солнце, Луна и звезды все они вращаются вокруг стационарной Земли. С нашей точки зрения все доказательства четко демонстрируют, что мы зафиксированы и небесные тела вращаются вокруг нас. Мы чувствуем, что Земля неподвижна и наблюдаем за Солнцем и Луной, звездами и планетами, как движущимися самостоятельно. Подвешивание здравого смысла геоцентрической теории зрения и предположение, что это на самом деле Земля ежедневно вращается и в то же время вращается ежегодно вокруг Солнца, это просто теоретический прыжок, взятый без всяких эмпирических доказательств, на которые можно опереться. Невежественный народ считает, что такое мнение меньшинства, как геоцентризм, это теория заговора. Несомненно, есть реальный заговор, но печально то, что это в основном заговор добровольного и апатичного невежества, по многим причинам. Те самые люди, которые назвали бы геоцентристов шарлатанами теории заговора, либо сами находятся в полном неведении даже о современных космологических аксиомах и принципах гравитации и механики, либо они просто играют дураков. Надеюсь, что никто не заметит их блеф. Еще более веселый факт в том, что даже такие люди, как Стивен Хокинг и несколько интеллектуально честных физиков и космологов, кто прочитает то, что мы говорим, и способны понять это, знают, что мы говорим абсолютную правду. Они не только признают это, но даже будут посмеиваться над этим друг с другом. Но они не посмеют обратиться с этим открыто к немым невежественным массам. Лучше не путать простых людей ненужной информацией и фактами. Еще более печально, что те, кто не имеет понятия, о чем я здесь говорю, качают головами, думая, что они знают что-то о физике, которое говорит им, что Земля движется. Если бы только они изучили учебники и рецензии внимательнее, то они поняли бы, насколько абсолютно невежественным с большой буквы Н является тот аргумент на самом деле. Ален Дейвз на самом деле. Ален Дейвз